Беспощадный. Подожди, подожди. Вы зря мне пытаетесь приклеить ярлык агрессивного человека по отношению к братству. Я знаю, что в баптизме, я знаю, почему баптисты задают такие вопросы, я их задавал. Я знаю, почему многие, скажем, раздражаются или нервничают, сердятся, скажем, вот на такие вот формы служения. Я это очень хорошо понимаю. И я знаю, что наступит однажды такой момент, когда они перешагнут этот барьер. Я перешел из баптистской церкви к писяническую, не потому, что я там, типа, вот как бунтарь пошел. Пока церковь отвечала на мои вопросы, я в этой церкви и оставался. Но если церковь перестала мне отвечать на вопросы, скажи, пожалуйста, справедливо ли хоронить свои вопросы и ради каких-то традиций оставаться в церкви, которая перестала отвечать на мои вопросы? Нет. И я верю в то, что однажды тот опыт, который был у меня, он просто станет знакомым, понятным и личным для многих тысяч людей. Согласитесь, что нельзя, можно ненавидеть религию, нужно ее презирать, но не религиозник. Религиозник – это всего лишь человек, религия – это форма. Но вы все это смешали и знаете. Нет, это не смешало. Иисус, Иисус, Он агрессивно был настроен против фарисеев. А против него людей, подожди, людей Иисус Христос любил. Он сострадал им. Но тех, которые взяли ключ, которые сами не входили и другим не позволили, на них лежала большая ответственность, и они всегда Иисуса раздражали. Поэтому Он и говорил им открытым текстом, вы гробы окрашенные. То, что я делаю. Я ничего круче, чем Иисус, и вообще себе не наглею и не хулиганю. Если бы мы без перевода услышали, что вообще Иисус проповедовал, вот этим фарисеям и религиозным лидерам, да мы вообще в детской песочнице. Он нам говорил, вы гробы окрашенные. У вас вообще отец дьявол. Он однажды взял бич и там устроил такое шоу. Извините, пожалуйста, а вы говорите, мы смешиваем. Я люблю людей, но фарисеев, которые сознательно обманывают людей, которые сознательно дезинформируют людей, которые сознательно держат их в заперти, запрещают. Ну, современное фарисейство. Иисус к ним имел всегда такое же отношение. Негативное и даже более того, агрессивное. Я объясню. Александр, недавно у нас было тут, послушайте, для того, чтобы зрители наши имели объективность, у нас уже два года подряд на Домской площади, вы, наверное, знаете, это сердце Риги, проходит День Благодарения. Как он проходит? Он проходит так. Собираются представители всех конфессий, представляют себе тысячи людей на Домской площади. Большая сцена построенная. И на этой сцене стоят в одном ряду католик, лютеранин, пятидесятник, баптист, харизматические церкви, новое поколение. И, как ни странно, у нас нету тех проблем, которые мне пытаются навязать в Сакраменто, или там где-нибудь в Белоруссии, или на Украине, как будто мы договорились с католиками, мы договорились с пятидесятниками, я говорю о Латвии, мы договорились с лютеранами и с адвентистами. Мы нашли общий язык. Вы знаете, мы отстаем от жизни, потому что католики, я когда зашел в храм, я был поражен под иконостасом, стоит бэнд, ударник, клавиши, саксофоны, группа прославления, и они наши песни там поют. Католики стоят в этих шляпах, все мужики, и они все там поют, аллилуйя, и все такое. Оказывается, на сегодняшний день вот эти проблемы, о которых, вот здесь вот, это искусственно навязанные проблемы, которых не существует. Мы в Латвии обкатали эту схему. Вы подразумеваете то, что я это искусственно создал? Эти вопросы возникают не естественно, а искусственно, искусственно. Вот это так же, как искусственно сейчас вот разыгрываются вот такие вот, там вот в России такие антипротестантские настроения, католики, вернее православные, они ограничивают въезд католических священников, потому что они боятся за свою репутацию. И вот именно в этом отношении, когда лидеры религиозных движений, которые, может быть, уже потеряли ориентацию или стратегию, естественно, нужно найти образ врага. Но вы пробовали? Вы пробовали в Америке идти навстречу? Вы пробовали? Там вы попробовали, у вас получилось? Да. А здесь вы пробовали? Я готов к диалогу. Я готов, понимаешь, непрошенный гость, вот бы сейчас я, мое служение, которое я имею на сегодняшний день, оно не вызовет никакой агрессии со стороны народа. Вот какие у вас здесь церкви есть? Я знаю, что то, что я могу принести в религиозную среду, оно только будет в благословении. Алексей, но как, как не вызовет агрессии, когда люди закрылись? Как это не вызовет агрессии, когда, скажите, это сплетни или это правда? Вот я вам назову несколько таких моментов, да? Скажем, правда ли то, что вы ставили унитаз на сцене и учили христиан ходить в туалет? Да, объясню почему. Мы сделали туалет, вот сделали европейский ремонт, затратили кучу денег, затратили кучу денег, кабинки, унитазы, крышки, все в порядке, но что ты будешь делать, если люди не умеют пользоваться? Мама и папа их не научили. И туалет за три дня, извините, пожалуйста, за выражение, ах, просто там вонь появился. И мы сидели, совет старейшим собрался, как решить эту проблему? У меня были разные предложения, инструкцию расписать. Ну, давай распиши инструкцию. Ну, как инструкцию? Я говорю, если их папа и мама не научили, я им объясню. У нас есть кассета, вы можете эту кассету взять, там ничего похабного, вульгарного нет. Я популярно, духовным языком объяснял, как нужно ходить в туалет, и я в этом не считаю ничего зазорного. Потому что сам, если ты Библию читал, Александр, там написано, что Бог тоже учил израильский народ ходить в туалет. Он говорит, у вас, кроме всего прочего, должна быть лопатка. И когда вы выходите за стан, вы должны выкопать ямку и закопать это все. Потому что я, Бог, хожу по стану. Извините, может, Бог тоже здесь что-то здесь сделал не так, проинструктировав своих детей израиля, как в туалет ходить. И я считаю, что здесь чисто бытого рабочего момента. Все, спасибо. Чем вы мотивируете, когда вы избрали такую методику, когда вы в проповеди употребляете слова очень резкие. Я понимаю, для контраста слова, да, но это, я не имею права на собственное мнение здесь. У меня просто вопрос, зачем употреблять такие резкие выражения? Первое. Мне любопытство. Я понимаю. Первое. Бог каждому из нас дал право быть самим собой. Зеку тоже. Да, да. Всем-всем. Тебе, мне. Но вы понимаете, что в том-то и дело, что в многообразии, в разнообразии, вот рестораны бывают, вот блюда бывают, разного сорта. Ведь если говорить о проповеди, это блюдо духовное. И вы понимаете, есть блюда, ну такие вот, обычные регулярные, а есть острые блюда. Мне нравится острая кухня. Вы знаете, есть в кухне спрятанные камеры. Есть люди, которые плюют в блюда. Ну? Мне кажется, когда вы человека называете ***, вы плюете в свое же блюдо, которое бы с удовольствием сели люди, но они об это притыкаются. Нет, когда Иоанн Креститель говорил, что это ехидны, что это порождение ехиднены, и кто вам внушил отбежать от будущего гнева, мои выражения, это вообще пустяки по сравнению с тем, что они говорили. И вот в этом-то есть прелесть и естественность. Быть самим собой и не мешать людям быть самим собой. Я считаю, это толерантность духовно позволит человеку реализовать свой талант или свои способности настолько, насколько он может. И я знаешь еще, почему считаю, что это справедливо? Если бы Дух Святой огорчался, ведь мы должны самое главное тестировать по вертикали, правильное дело или неправильное. Если бы Дух Святой огорчался, он бы уходил, и не было бы помазания и присутствия Божьего. Но как ни странно, за одно служение, которое у меня проводится, моя жена меня всегда характеризует, говорит, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж, он над нами издевался, сумасшедший, что возьмешь? И вот она мне часто говорит, вот у тебя на служении то ржак такой, что под эти кресла можно залезть, а в конце молитва, сокрушение, ищем Бога, каемся, очищаемся. Если бы это Духу Святому не нравилось, он бы вообще ушел, и мы бы просто на этих вот анекдотах и зависли, как на вилах. По сути, наша цель спасать погибающий мир. Сколько бы больше людей, сколько бы больше людей вас слушало? А знаете,